добрый день уважаемые коллеги сегодня расскажем о непосредственной методике ну сегодня было очень много сказано по поводу этиологии патогенеза но немножко еще остановимся что на самом деле в сегодняшний в россии рак кожи в структуре заболеваемости занимает третье место по частоте среди всех злокачественных образований и составляет до 28 процента наиболее частными причинами возникновения опухоли кожи является частое травмирование кожи из которого клеткам приходится слишком часто и активно обновляться в результате чего теряется контроль над этим процессом любой тип облучения генетическая предрасположенность и часто агрессивное воздействие на кожу различные хронические заболевания наиболее частыми локализациями являются прежде всего опухоли головы и шеи до 80 процентов случаев и дальше по 10 процентов равномерно распределяется на опухоли туловище и конечностей как правило чаще всего это одиночный узел но в 10 процентов встречается мультицентричный рост опухоли основные методы лечения мы уже останавливаться не будем мы сегодня будем рассказывать ну я в частности буду рассказать непосредственно о криодеструкции опухолей значит какие же показаниями для проведения криодеструкции является это локализация опухоли в сложных анатомических зонах области лица как правило преимущественно поверхностные поражения трудности закрытия раневого дефекта при хирургическом сечении а также ослабленные пациенты с тяжелой сопутствующей патологии и косметические требования что же является в первую очередь основными критериями успеха в проведении криодеструкции это как правило необходимыми условиями является эффективная теплопередача достаточная продолжительность холодового воздействия и обязательно мониторинг и управление криодеструкции как правило это кт либо узи контроля какое же оборудование мы используем на сегодняшний день в проведении криодеструкции данном слайде указано различные варианты аппаратов первая фотография это криодеструктор крио и ней он отличается от других тем что у него нет активного оттаивания то есть он оттаивает при обычной комнатной температуре да и тем самым длительность проведения криодеструкции может увеличиваться за счет этого а с правой стороны два аппарата краса это аппараты с активным оттаиванием что в свою очередь позволяет быстро оттаять аппликатору и тем самым время проведения криодеструкции может уменьшиться за счет этого обязательным условием также является узи контроль для чего нам нужен зи контроль прежде всего мы на амбулаторном этапе можем оценить предварительно насколько опухоль может распространяться мягкие ткани для чего это нужно прежде всего для того чтобы определиться можем ли мы пациенту предложить криодеструкцию либо данного пациента все же рекомендовано будет направить на хирургическое лечение потому что при неадекватной оценке можно конечно свою очередь получить рецидив на данном слайде представлены различные виды аппликаторов которые мы используем зависимости от локализации зависимости от размера и глубины распространения опухоли виды криодеструкции тоже в принципе все уже были озвучены бегло скажем что существует струйная аппликационная пункционная криодеструкция на данном слайде это изображение на специальных средах которые по своей плотности идентичны с плотностью кожи здесь мы можем видеть как разные аппликаторы на какую глубину могут распространяться естественно все это зависит от времени проведения криодеструкции чем дольше мы проводим криодеструкции тем глубже распространяется вот этот ледяной фронт ледяной шар здесь несколько клинических случаев которые это язвенная форма базальной клеточной карциномы видим что различного рода пациенты приходят с различными запущенными случаями и мы предлагаем различные варианты лечения это узловая форма пигментированной базальоне и узловые формы локализации на лице здесь также узловые формы различных локализаций а на данном слайде изображена основные этапы проведения криодеструкции здесь у пациентки базальной клеточной карцинома медиального угла глаза. И тут также мы должны понимать, что эта зона очень сложная. Мы должны амбулаторно оценить возможность проведения криодеструкции, потому что с учетом прохождения слезных протоков в области медиального угла глаза, ну, самого глазного яблока, ресничатого края, мы должны понимать, сможем ли мы это все осуществить криохирургически. Если доктор уверен, что он может уверен в своих силах, то мы таких пациентов берем. Если же у нас есть хоть какое-то малейшее сомнение о том, что мы можем провести криодеструкцию нерадикально, мы таких пациентов отправляем все-таки на хирургическое сечение. Однако в данном случае плюс проведенной криодеструкции является косметический эффект. Если пациентке планировать хирургическое сечение, конечно, мы укрыть дефект без ротации лоскутов не можем. Как правило, это большие разрезы, это хоть и косметические швы, но все же криодеструкции уступают в этом плане. Здесь, значит, под местной астезией пациентке производится биопсия экзофитной части опухоли, аккуратненько срезается скальпелем и замораживается при помощи аппликатора. На последнем слайде это гемостаз, и в последующем пациентка без рецидива наблюдалась длительное время. Здесь также имеется другой клинический случай, это пациентка с базальной клеточной карциномой опухоли кожи щеки. Точно так же образование само по себе около 5 мм мы видим, оно также истекается под местной анестезией, их можно видеть на 2-м и 3-м слайде. Экзофитная часть полностью иссечена, дальше происходит заморозка, и как мы видим, что с учетом того, что у нас опухоль была хоть и 5 мм, то мы распространяемся за пределы, ну, здесь точно даже больше, чем 3 мм, и на последнем слайде мы уже видим состояние после гемостаза. Гемостаз можно и лазером провести, либо коагулятором, и все довольно красиво. Имеется перифокальный отек местный, но в целом абсолютно спокойно пациентка уходит с сухой ранкой и ничего не беспокоит. Главное, в последующем все это активно ухаживать за ней. Существуют также те случаи, когда имеются очень большие объемные опухоли, большие распространения, и мы не можем, точнее, мы просто не имеем возможности большим аппликаторам все это делать. Либо у нас такие аппликаторы, которые раз 20 надо будет аппликаторам прилепиться, так скажем. И да, поэтому мы используем так называемый марлевый накопитель спрея. В чем это себя заключается? Мы просто обкладываем марлю именно в зону поражения и при помощи струйного метода просто распыляем на эту марлевую ткань и, так скажем, используем их в качестве аппликатора. Такая методика, конечно, не всегда используется, довольно редко, но имеет место быть. Также еще один клинический случай, где также мы применяли марлевый накопитель спрея, это пациентка с базальной клеточной карциномой скуловой области. Пациентка не хотела реконструктивной операции и настояла на именно проведении местной криохирургической операции. Здесь видно также, что выход за пределы опухоли осуществлялся, и это все было под общей анестезией. В данном случае гемостаз после операции, мы видим массивный перифокальный отек в первые дни после операции, и на правой фотографии это уже состояние, это через полтора месяца после криохирургии. Почему мы, в принципе, таким пациентам можем предлагать? Ну, во-первых, некоторые пациенты категорически не хотят хирургического лечения, и больше настроены на криохирургический метод, с учетом того, что они могут самостоятельно дома это все либо по месту жительства, в поликлиниках обрабатывать, поэтому мы идем на такие. Ну, и пункционная криодеструкция, я не Георгий Георгиевич рассказал, да, мы уже ее активно применяем в нашем институте. И какие основные, важные положения? Знания, опыт врача и современная аппаратура. Конечно, все эти хорошие цифры о том, что низкий риск рецидива до 5%, это все, конечно, здорово, но прежде всего, самое основное – это опыт врача. Мы уже прошли долгий путь, достаточно, уже больше 10 лет мы занимаемся криодеструкцией, и, конечно, сформировали какой-то свой опыт, и нам уже проще понять, каких пациентов мы можем взять, каких пациентов стоит все-таки обсуждать для хирургического вмешательства, поэтому не всегда все так просто, как кажется на первый взгляд. Не все локализации мы берем именно на криодеструкции, все это обсуждается на консилиумах, и это все действительно требует большого внимания. Также важным положением является, что зона оледенения не равна зоне крионекроза. То есть, как правило, о чем говорил Георгий Георгиевич, что центральная зона, конечно, это зона максимального поражения именно холодом, а вокруг уже, конечно, зону мы должны внимательно очень следить, потому что вокруг зона не отмораживается так, как мы хотели. Площадь оледенения неравна ее глубине. Время адгезии должно соответствовать экспозиции. Минимум два цикла охлаждения и оттаивания. Как правило, мы в своей практике используем три цикла, это минимум. Конечно, можно использовать и больше, но это все на опыте врача, так скажем. Обязательная пауза после оттаивания. В среднем до пяти минут. Ну, в зависимости от использования аппаратуры, если аппарат имеет активное оттаивание, конечно, может быть и меньше. Если пассивно, то, конечно, минимум пять минут. Общая продолжительность процедуры в среднем занимает до тридцати минут. Также является важным положением то, что мы должны информировать пациента об уходе за раной. То есть, мы пациентов отпускаем. Как правило, пациенты уже в амбулаторном режиме к нам приходят. Через определенное время после проведения криводеструкции, они самостоятельно дома ухаживают, должны понимать, что будет отек, что будет промокать ранка, что ранка будет покрываться корочкой. Ну, то есть, какие-то конкретные моменты пациент должен внимательно понимать и знать, потому что у пациента будет возникать вопрос и в последующем пациент будет пугаться от того, что с ним происходят какие-то непонятные вещи. И обязательный контроль и осмотр через 3 месяца. То есть, первый год мы пациентов от 2 до 3 месяцев наблюдаем, то есть, минимум 3-4 раза в год пациента наблюдаем первый год, дальше мы уже раз в полгода и в последующем уже раз в год. Вот. Ну, в целом, спасибо за внимание. Продолжение следует...